Этническая Чувашия Этникальный колорит в парке 500-летия Чубаксар, Амазония, Океанариум, Смешарики-Лэнд, гостиничный комплекс и этноэкологическое поселение Ясна в Чубаксарском районе с гостевыми домами, центром народных промыслов, целебного питания, оздоровления. По прикидкам туроператоров, только въездной туризм с вводом этих объектов должен увеличиться в три раза. Проект на стадии реализации, ни у кого сомнений не должно быть, и этот проект мы, несмотря на трудности, все равно реализуем. Трудности, которые отметил Михаил Игнатьев, относятся прежде всего к отставанию от графика. Республика получила сотни миллионов рублей из федерального бюджета, которые необходимо освоить до конца этого года. Между тем, подрядчики пока еще не израсходовали даже средства 2014 года, а это почти 170 миллионов рублей. Возникло некоторое отставание по освоению средств федерального бюджета ввиду некоторых проблем и причин, прежде всего по подготовке разрешительной документации. Дорожное строительство, вода, газа и электроснабжение. Эти работы практически завершены в Ясне и активно ведутся в будущей Амазонии. А вот, собственно, туристические объекты чебаксарцы, похоже, не увидят в своем парке к этому дню города. Хотелось бы желать лучшего. Мы планировали определенную часть объекта завершить ко дню республики, потом планировали ко дню города. Исходя из того, что сегодня я вижу, не получается пока. Главный инвестор проекта «Зао-3 Групп» объясняет это и общей экономической ситуацией в стране, и сложностями, возникающими в зарождающемся механизме частного государственного партнерства. Вот здесь ворох писем в министерство, да, я вам кое-как передам, о том, что предоставьте нам исполнительную съемку, проконтролируйте уход строительства. Значит, вы не поверите, по этой вырубке год идет, мы пишем письма. Как бы то ни было, город будет и садут свесть. Проекты этнокомплекса «Тухьян», города-аттракционов «Смешарики Лэнд», гостиничного комплекса «Эокеанариума» в работе, говорит инвестор. А Михаил Игнатьев напомнил собравшимся о необходимости совместной работы и неукоснительном соблюдении обязательств перед федеральным бюджетом и жителями Чувашии. Валентина Поливцева, Павел Иритков, Вести Чебоксары.